Меня зовут Игорь Вячеславович Сеченов, руководитель мемориально-поискового проекта Холхенгол. Сегодня речь пойдет о героях Холхенгола, но это будут не легендарные сталинские соколы, то есть советские летчики, в том числе наш земляк Петр Дмитриевич Егоров. Это будут не герои-танкисты, в частности, танкисты 11-й танковой бригады, которых часто описывал в своих работах наш легендарный писатель Константин Симонов, участник боевых действий на Холхенголе. Речь пойдет о солдатах в зеленых фуражках, о пограничниках. В боевых действиях на Холхенголе участвовал сводный пограничный батальон, сформированный по приказу Всесильного наркома внутренних дел Лаврентия Павловича Берия. Этот приказ Берия издал 4 июля, в самые критические дни начала Боинцаганского сражения. Благодаря этому приказу в Монголию был введен сводный пограничный батальон в составе 504 человек, сформированный на основе 51-го Кяхтинского, 53-го Краснознаменного Даурского и 64-го Монгустского пограничных отрядов. Итак, 504 советских пограничника принимали участие в боевых действиях на Холхенголе. Здесь представлены непосредственно вещи смес боев, которые принадлежали японским солдатам и офицерам. И, что показательно, они были подняты в 2015 году на той позиции, которую штурмовали непосредственно советские пограничники. То есть мы подняли во время поисковых работ останки 15 японских военнослужащих, в том числе трех офицеров и одного военфельдшера Японии. И вещи, которые представлены здесь, принадлежали именно этим людям. Значит, батальон был отправлен на места боев по одной простой причине. Советская разведка и монгольские дозоры проморгали подготовку японцев к наступлению, к так называемой второй части Наманханского инцидента. И это привело к чудовищным последствиям ведения того самого Боинцаганского сражения. Когда 11-я танковая бригада потеряла 60% своей матчасти, то есть сгоревшими танками. Темой пограничников непосредственно я занимаюсь с 2009 года. В 2009 году мы запросили в Центральном пограничном архиве списки погибших и раненых пограничников. Получили их. Из этого узнали, что в боевых действиях на Холхенголе погибло 30 бойцов и командира сводного пограничного батальона. А также 48 человек получили ранения. Именные списки данных пограничников впервые были опубликованы вот в этой книге. В 2014 году у нас в Иркутске была издана книга, сборник документов и фотографий под названием «Отдельный пограничный батальон в боях на Холхенголе. 1939 год». Я являюсь автором и составителем данных сборника документов и фотографий. То есть впервые мы его презентовали, эту книгу, в августе 2014 года в посольстве Российской Федерации. В стенах и в фондах библиотеки Молчанного-Сибирского такая книга представлена. Работа по Холхенголу на этом не была закончена пограничной темой. И в 2018 году, переработав материал, значительно дополнив материал, была издана вот такая книга «Холхенгол. Рубеж мужества и боевого сотрудничества», которая также посвящена подвигу советских пограничников на Холхенголе. Соавтором моим в работе над этой книгой явился полковник пограничной службы ФСБ России Геннадий Васильевич Соленков, который в настоящий момент несет службу в посольстве Российской Федерации Монголии. Между этими двумя книгами, их изданием, в 2015 году произошла та самая знаменитая экспедиция на Холхенгол, в ходе которой были подняты останки японских военнослужащих, погибших при штурме высоты Ремезова. Первые штурмовые роты сформированы из пограничного батальона. Здесь представлены портреты, в частности одного из героев того легендарного штурма, это Евгений Васильевич Красинский, младший командир, который водрузил на той самой позиции, где мы подняли все эти вещи, штурмовое знамя. В том бою он получил тяжелое ранение, после чего был после излечения в госпитале комиссован, и уже в Великой Отечественной войне непосредственного участия не принимал. Хотя проживал в городе Ленинграде и принимал участие в обороне города Ленинграда. Значит, что представлено в данной коллекции? Значит, первое. Это у нас знак Ворошиловский стрелок. Очень многие солдаты пограничного батальона и некоторые офицеры награждались вот таким знаком за отличную стрельбу. То есть они имели такой знак. В данном случае представлена копия, которая как раз дополняет коллекцию, посвященную пограничникам. Непосредственно на позиции были подняты следующие предметы. Пожалуй, самое ценное. Это именная печать японского офицера, которая была поднята с офицерским планшетом. Здесь, кроме этого, представлены два жетона солдат японских 64-го пехотного полка. То есть что как раз и подтверждает, что эту позицию штурмовали именно солдаты пограничного батальона. Кроме этого, пряжка ремня, парадного ремня японского офицера. То есть офицер понимал, что он идет в последний бой и одел именно парадный ремень с бляхой в форме хризантемы, то есть императорской армии. Далее, значит, в планшете находились карандаш, простой карандаш и вот такая шариковая ручка. Обращаю ваше внимание, они в земле пролежали больше 80 лет, все выкручивается. Далее, здесь же были найдены колпачок, стаканчик от офицерской фляжки. То есть использовался для употребления, в том числе, значит, сакэ. Значит, и флакон от духов, который также для дезинфекции использовали японские офицеры. Это флакончик с маркировкой квантунской армии. Здесь находился наркоз, то есть применялся для лечения раненых. Значит, здесь спирт, он, кстати, еще и остался, то есть закупоренный флакончик. Спирт, значит, для обработки ран. И пять монет государства Маньчжоуго, которого уже далеко давно не существует. То есть эти монеты использовались в расчете на территории данного государства Маньчжоуго. Значит, кроме того, в экспозиции представлены портреты еще двух участников боевых действий на Холхенголе. В частности, старшина проводников Василия Николаевич. То есть он был старшиной роты Мангутской. То есть это в составе батальона. Принимал участие в боевых действиях. Был награжден медалью за отвагу, за бои на Холхенголе. Значит, у него на груди как раз можно видеть вот этот знак Ворошиловский стрелок. И комиссар батальона, значит, пограничного батальона, старший политрук солдатов Георгий Павлович. То есть этот человек вместе с командиром батальона Булыга, значит, Андреем Истафьевичем, помимо советского ордена, значит, красное знамя был награжден монгольским орденом, значит, боевым орденом. Значит, и примечательно то, что в июле 41-го года он пропал без вести. То есть уже во время Великой Отечественной войны. После Холхенгола прошел еще советско-финскую войну, советско-финляндскую войну. И вот, к сожалению, значит, пропал без вести, скорее всего, погиб во время боевых действий, значит, в 41-м году. Для увековечения памяти наших пограничников мы издали еще и вот такой настенный календарь в прошлом году. Я думаю, что вот эти два экземпляра, они попадут в фонды нашей данной библиотеки, будут переданы туда. Они посвящены как раз бойцам отдельного пограничного батальона из-за Кяхтинской роты, то есть 51-го Кяхтинского пограничного отряда. Я вам продемонстрирую. Значит, здесь рисованы портреты советских пограничников, которые отличились в боевых действиях на Холхенголе из Кяхтинского пограничного отряда. Значит, если нам удастся, то мы планируем издать такой же календарь, посвященный 64-м Мангутскому пограничному отряду. То есть, опять же, если получится, ну, задача такая, по крайней мере, есть. Вот такой настенный календарь с погрануправлением по ФСБ России по Республике Бурятия мы в прошлом году под Новый год издали. Значит, в нем есть краткая история участия Кяхтинской роты в боевых действиях на Холхенголе. Но то, чем я больше всего горжусь, не может быть представлено в стенах данной библиотеки, это два больших памятника. В 2011 году совместно с общественной организацией Комитет пограничников нами был установлен на Холхенголе памятник советским пограничникам. То есть, его можно показать. Процесс изготовления памятника, установления, вот, изображен на фотографиях. Значит, сам памятник был торжественно открыт в августе 2011 года. Значит, информации о нем достаточно много в интернете, можно ее найти. Кроме того, в этом году, в 2019 году, к юбилею Победы, Главное управление пограничной охраны Монголии также открыло на том же самом мемориале большой, такой монументальный, значит, обелиск советским пограничникам, на котором все 30 фамилий погибших в боях советских пограничников были увековечены. То есть, на этом можно считать, что основная миссия, работа по увековечиванию памяти пограничников Холхенгола закончена. Единственное, что у нас осталось в проекте, это издание, изготовление выставки и издание книги, посвященной участию пограничников советских героев Холхенгола в разгроме Квантунской армии в августе 1945 года. Сбор информации, значит, уже ведется, собран большой массив по участию конкретных персоналей, конкретных людей, которые в 1945 году закончили ту работу боевую, которую начали в 1939-м. Ну, на этом, собственно, все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.